Зритель из Армении, я не могу, к сожалению, прочитать его имя, написано по-армянски, он пишет Уважаемый Яков, очень хочется узнать ваше мнение о конфликте между Арменией и Азербайджаном. Сейчас, после нападения Азербайджана на Армению и не получения никакой поддержки от стран-членов ОДКБ, особенно странное молчание России, после визита Пелоси в Армению, все громче звучат призывы о выходе Армении из ОДКБ. Ну, во-первых, кто остановил азербайджанскую армию во время боев за Нагорный Карабах, это была российская армия. Во-вторых, это неверно, что Россия молчит. Россия предпочитает вместе с ОДКБ и вместе с Арменией, и вместе с другими странами решить этот небольшой конфликт чисто дипломатическим путем, не прибегая к военной силе. Пока шансы на это есть, они предпочитают не воевать. Но Россия заявила и заявляет, как ОДКБ, что она гарантирует территориальную целостность Армении, не Нагорного Карабаха Армении. Нагорный Карабах же Армения не присоединила к себе, как Россия сейчас, эти территории. Но сейчас появились дополнительные факторы. Еще одна страна входит в этот конфликт, который раньше оставался в стороне, и она тоже заявила, что она гарантирует территориальную целостность Армении. Это Иран, который двинул свои войска к Нахичевань и потребовал, чтобы территориальная целостность Армении сохранялась. Так что я думаю, совместное давление всех стран, заинтересованных в этом, и ОДКБ приведет к дипломатическому решению этой проблемы, и вопрос будет решен. Продолжение следует...